Всем привет, это Абрамов, я снова на ютубе. Вот смотрите, когда вы приходите в магазин, то у вас обычно не возникает вопроса, какого бренда дрон взять. Вопрос обычно стоит в том, какой из DJI дронов купить. Подешевле, подороже, любительский, профессиональный. Но действительно ли у DJI нет альтернатив? Сегодня у меня на обзоре будет дрон от компании Outel. И в этом дроне есть очень много интересных фишек, про которые я сегодня расскажу. И давайте посмотрим, сможет ли он действительно конкурировать с таким гигантом, как DJI. Итак, у меня на обзоре новинка от компании Outel. Это дрон Outel Evo Light Plus, премиум бандл. По аналогии это как Flyma Kit от DJI. Это значит, что в комплекте идет сумка, дрон, пульт, целых 6 запасных винтов, 2 дополнительные батарейки, зарядка, хаб на 3 батарейки и 4 ND фильтра. Тут есть все, что нужно для полноценной работы с дроном. Собран Outel очень добротно, ощущается как монолит. Сами лучи по ощущениям сделаны очень прочно. Вы только посмотрите, как удобно складываются лучи. Посмотрите на эти батарейки, они огромные. И это неспроста. Заявленное время полета целых 40 минут. Дрон оборудован датчиками вперед, назад и вниз. Останавливается перед препятствиями или может огибать их. Итак, я потестировал этот дрон довольно длительное время. Мне сразу понравилось с ним то, что он тихий. Он довольно стабильный в полете, хорошо держит ветер. И самое главное, меня поразила его камера. А точнее то, с каким качеством он снимается, с каким разрешением. Давайте посмотрим на его камеру поближе. Outel установили в этот дрон большую 1-дюймовую матрицу от Sony на 20 мегапикселей. И это сразу ощущается по картинке. Дрон способен снимать видео аж в 6К разрешении. Картинка получается невероятно детальная. Вы можете приближать, приближать и приближать видео и разглядывать малейшие детали. Это очень важно при коммерческой аэросъемке. Очень резкая и детализированная картинка. Я такого не видел ни на одном дроне. То же самое касается и фотографий. Можно сидеть, увеличивать, разглядывать каждую деталь фотографии. И замечать все больше и больше интересных деталей. Каждый пиксель отрабатывает на 100%. Также в нем есть механическая диафрагма, что для меня особенно удобно. Можно без проблем установить выдержку 1,5 при ярком солнце, просто прикрыв диафрагму. Дрон также способен снимать видео в лог 10 бит и HDR профилях, для любителей покрутить цветокоррекцию. Посмотрим поближе на пульт. Первое, что мне понравилось, это его удобство. Очень удобно лежит в руках. И ощущается как игровой джойстик. По кнопкам тут минимализм. Возврат домой, пауза автоматических режимов, кнопка записи фото-видео, а также кнопка FN, на которую можно повесить две функции. На одинарный или двойной клик. В моем случае на один клик я установил режимы полета и на двойное переключение между фото и видео. У дрона огромные антенны. И это неспроста. Аутел заявляет целых 12 километров радиус сигнала у дрона. Я тестировал по городу, ловят очень уверенно. Залетал даже за два небоскреба подряд и сигнал все равно пробивался. Время полета это еще один козырь данного дрона. Производителем заявлено 40 минут полета. У меня при активном полете и съемке получается в районе 33 минут. Это очень много. Особенно после 20 с лишним минут на моем старом Mavic 2 Pro. Это просто гигантская разница. Одной батарейки спокойно хватает, чтобы вдоль и поперек отснять на видео, а потом еще и отфотать нужный объект или земельный участок. И это при том, что в комплекте Premium Battle идет еще целых две батарейки. Такой комплект можно спокойно брать с собой в путешествие и вдоль полетать в красивых местах. Большая 1-дюймовая матрица позволяет делать шикарные ночные кадры. Давайте полюбуемся на красивую ночную Алмату. И вот еще. У него есть одно очень крутое преимущество перед другими дронами от DJI. Это то, что он может взлетать на целых 800 метров. Прямо сразу с завода в прошивке стоковой. Я очень долго боялся это проверить, но потом все-таки решился и поднял его на 800 метров. И то, что я увидел, меня просто поразило. Давайте посмотрим подробнее, какие прикольные кадры можно получить с такой высоты. Я даже не думал, что это настолько высоко, когда решился проверить. Вид с дрона был похож на вид с самолета. Я еще ни разу не поднимал дрон так высоко. Вы только посмотрите на Алмату на закате. Какая красота. По таким ракурсам я еще город не видел. Это завораживает. Мало того, у дрона есть еще и 16-кратный цифровой зум. Честно сказать, я залип, приближая различные здания и улицы. Как будто у меня не дрон, а какой-то шпионский спутник. Итак, ну давайте подведем общий итог. Сделаем такое некоторое заключение. Кому стоит этот дрон брать? Для кого он сделан? Вот смотрите, если вам нужно летать далеко, на большие расстояния, если для вас очень важно время полета, высота полета, если для вас очень важно высокое разрешение фотографий, высокая детализация видео, то этот дрон вам отлично подойдет. Он годится как раз для такой вот коммерческой съемки, когда надо снимать много, летать далеко, отдавать снимки в высоком качестве. Для этого он идеально подходит. Лично меня дрон впечатлил своими возможностями. У него есть очень интересные инженерные решения, хороший запас прочности, да и смотрится он очень круто, с его фирменным оранжево-черным цветом. Кстати, это не единственный дрон от Outel и далеко не самый топовый. У Outel есть еще более продвинутые дроны, такие как Evo 2, 8K, Evo 2 Pro, а также есть легкий 250-граммовый Outel Nano и Nano Plus. Если вам интересно, я могу сделать обзор и на другие их дроны. Вот такой получился обзор на Outel Evo Lite Plus. Если у вас по нему остались вопросы, я отвечу в комментариях. В Казахстане можно купить такой дрон, в описании я оставлю ссылку на магазин, можете посмотреть цены. А на сегодня все, спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok